И мы продолжаем разговор о главных принципах жизни человеческой или главных бритвах, ограничениях, которые позволяют человеку чувствовать себя счастливым или о том, какие главные мысли, какое главное направление мыслей позволяют человеку преодолевать трудности и страдания. Я называю шестой принцип принципом любви, хотя на самом деле, вернее и точнее, было бы его назвать принципом безразличия. Слово это просто у нас считается чем-то вроде антонима любви и употребляется обычно в смысле ее отсутствия. Однако, в некотором традиционном смысле, в том числе в русском написании этого слова, есть вариант его смысла. Это смысл быть безразличным. Это не делать различий, то есть любить одинаково все, что с нами происходит. А после пятого принципа, после принципа судьбы, я могу сказать, что он сводится к тому, чтобы любить одинаково все, что с нами происходит и не зависит от нас. Почему? Мы же говорили о принципе синхронизации с природой. Потому что древние считали, что природа или Бог, разлитый в природе и задумавший ее, любит самую себя. И события, происходящие в природе и не зависящие от нас, являются результатом некого непостижимого для человека необходимого стечения причин, которые в своей совокупности и составляют судьбу. Те самые здоровье, богатство и славу, о которых мы говорили в прошлый раз. По отношению к ним, к средствам, к здоровью, богатству и славе, древние советовали оставаться безразличными, не различать, любить, не различая. Любую ситуацию, которую мы переживаем в жизни, это трудно. И это требует, казалось бы, некоторого непривычного подъема вверх над ситуацией. И мы с вами делать этого почти всегда не умеем. Но мне хочется сказать, что любовь невозможна без подъема над собой, без преодоления себя, без своей отстраненности от тех событий, которые с человеком происходят. Можем ли мы научиться этой отстраненности? Да запросто. Потому что принцип любви это принцип взаимодействия двух начал. А значит, это принцип дополнительности. Что это такое? Что это значит? Это значит, что во всяком плохом есть нечто хорошее. Впрочем, точно так же, как и наоборот. Принцип безразличия заключается в том, чтобы научиться любить и плохое, и хорошее. И плохих людей, и хороших тоже. Поскольку каждый из них играет какую-то роль в твоей судьбе. И поступки другого человека, кстати говоря, относятся к числу вещей, которые не зависят от тебя. Он имеет свободу воли. И это значит, что мы не можем влиять на другого человека лишь отчасти, или лишь временно. Но определить его судьбу и поведение мы не можем. Так как же на практике осуществляется этот самый принцип любви или принцип дополнительности? Очень просто. И вы все знаете эти упражнения. Тут нет ничего секретного. Возьмите лист бумаги, разделите его пополам. С одной стороны, слева, например, напишите столбиком семь бед, которые случались в вашей жизни или в жизни ваших близких. А с другой стороны, сядьте и напишите те преимущества, которым эти беды привели. Упражнение это называется «Найди положительную сторону». И, конечно, мы будем его делать. Делаем на очных тренингах, которые идут по понедельникам и четвергам. И на вебинарах, которые идут каждую субботу в 18.00. Информацию можно найти на первой странице нашего сайта. Сайт называется «Серебряные нити». И в интернете это сделать совсем несложно. Найти его. Опять-таки, древние греки советовали начинать день с одного дополнительного вопроса. Вопрос этот звучит так. В современном, наверное, исполнении. А не слишком ли я? А не слишком ли я влюблен и не слишком ли много жизни посвящаю этому чувству? А не слишком ли я одинок и не слишком ли много времени я посвящаю внутреннему любованию своим одиночеством? А не слишком ли я погружен в работу и не пора ли мне задуматься об отдыхе? А не слишком ли я серьезен, как вот моя занудная физиономия на экране? Это такой внутренний реостат. Принцип любви или принцип отсутствия различий требует, чтобы мы любили не только то, во что погружены сейчас беспределы, но и в противоположную сторону. Он требует, чтобы мы не вносили различий, не выделяли что-то как самое главное в настоящем. Конечно, сама эта бритва или сам этот вопрос «А не слишком ли я?» нас не остановит. Этот вопрос не уберет нашей любви и не уберет нашей страсти к работе. и вопрос «Не слишком ли я погружен в собственную болезнь?» не сделает меня здоровым? Но сам этот вопрос заданный человеком самому себе вносит баланс. вы это вместе со мной делаете прямо сейчас и прямо сейчас чувствуете какое-то пусть небольшое но облегчение тревоги. Попробуйте задавать себе этот вопрос каждое утро. и тогда вы знаете жить становится как-то легче. Получается не сразу но очень помогает. Удачи! удачи! Удачи!